Елена вышла из здания собственной фирмы с высоко поднятой головой. Она просто светилась от счастья. Сегодня заключена крупная сделка, сулившая многомиллионные доходы. Это не просто сделка, а выход компании на новый уровень. Огромная радость переполняла сердце Елены. Сейчас ее отец Виктор Михайлович, основатель строительного бизнеса, гордился бы дочерью. Как жаль, что он безвременно ушел на небеса. Лена не шла, а летела. И в этом полете совершенно забыла об осторожности. Запнувшись о ступеньку лестницы, упала, расшибла колено. Из образовавшейся раны тут же просочились капельки крови. «Ну что же это такое? Даже порадоваться нельзя. Ой, как больно!» Воскликнула женщина. Пришлось присесть на лестницу. Из сумочки Лена вытащила влажную салфетку, пытаясь остановить кровь. В следующее мгновение она вздрогнула всем телом, услышав голос за спиной. «Это еще не боль, девонька!» Елена обернулась и встретилась взглядом с пожилой цыганкой с длинными седыми волосами, заплетенными в пучок. Казалось, что пронзительные черные глаза, как рентген, мигом добрались до каждой клеточки ее тела. Лена еще с детства до ужаса боялась цыган и, когда в городе случайно сталкивалась с ними, всегда бежала как от чумы. Она и в этот раз сделала бы то же самое, если бы не повредила ногу. «Господи, откуда взялась здесь эта цыганка? Кто ее сюда впустил? Это же частная территория!» Возмущалась про себя Елена. Ее раздумья неожиданно прервала цыганка. «Что? Ругаешь меня, девонька? А я просто по доброте душевной помочь тебе хочу!» «Да уж, по доброте душевной. Все вы, цыгане, делаете по доброте, а потом людей обворовываете!» Подумала про себя Лена, а вслух сказала. «Послушайте, я вам заплачу, если оставите меня в покое!» «Нет, девонька, не нужны мне твои деньги. Я предупредить тебя хочу!» «Зло за тобой по пятам идет, как огромная черная грозовая туча. Придет зло, откуда не ждешь, от самого близкого человека. Опасайся грязной мутной воды, бойся ее!» Произнесла цыганка, как заклятие. От этих слов Лена вздрогнула и передернула плечами. Внутри прокатилась волна холода, пробравшая ее до костей, несмотря на летний зной. «А вы точно?» — хотела спросить Елена, но ее вопрос прервался на полусловие. Цыганки уже не было. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Не хотела Елена верить словам цыганки. «Да ну, что за бред доверять первому попавшемуся человеку, который тебя совершенно не знает? Не верю!» — решила для себя Лена и успокоилась. Через несколько минут поняла, что вовсе не успокоилась, а наоборот взбудоражена до предела. «Зло от близкого человека!» — повторила слова цыганки Елена и тут же ужаснулась. «От мужа, значит...» Сразу же вспомнилась история знакомства с мужем Алексеем. Он был сыном закадычного друга и партнера отца Сергея Николаевича. Так же, как и отец Елены, Сергей занимался строительным бизнесом. И однажды, когда сын вырос, выучился, решил доверить ему управление одной из своих фирм. Тихому, скромному, даже кроткому Алексею бизнес был не по душе и давался с огромным трудом. В конце концов, все закончилось разорением фирмы с огромной кучей долгов. Расхлебывать неудачу сына пришлось отцу. Денежные потери были настолько велики, что даже бизнес самого Сергея Николаевича оказался под угрозой. Чтобы спасти дело своей жизни и обеспечить будущее сына, Сергею пришла в голову идея о женитьбе Елены и Алексея. Он предложил Виктору Михайловичу таким образом объединить бизнес, и тот согласился. Рассказал все дочери Лене. «Пап, ну ты что, ведешь себя, как в древние времена, когда детей насильно заставляли жениться?» Возмутилась Елена. «Что ты, Леночка, никогда я тебя не заставлю. Просто предлагаю встретиться с Алексеем, пообщаться. Если не понравится он тебе, сразу прекращу эту затею. Обещаю». «Ну, пап, ты даешь. Можешь сразу прекращать. Не смогу я выйти замуж по заказу, в угоду твоему партнеру». Но все же знакомство с Алексеем состоялось. Елена диву давалась, когда поняла, что Леша ей действительно понравился. Тактичный, интеллигентный, романтик до мозга и костей моментально растопил ее сердце. Лена сама сказала отцу о предстоящей свадьбе. Виктор Михайлович чуть ли не в небо воспарил от этой новости, но тут же опустился с небес на землю. Он прекрасно помнил, что Алексей из-за своего неумения сотворил с бизнесом отца. Поэтому настоял на брачном контракте. В случае развода весь бизнес оставался у Елены. Сейчас, сидя на лестнице, Лена вспомнила про брачный контракт. В случае развода. А в случае смерти, про это ведь ничего не говорится в контракте, женщина тут же прогнала от себя эти черные мысли. Нет, никогда не поверю, что Алексей способен на убийство ради захвата бизнеса. Честно говоря, строительство – это не его дело. Бизнесменом Алексей был никудышным, а вот мужем – идеальным. Елена, как на крыльях, каждый день неслась с работы домой навстречу с любимым. С годами романтизма со стороны Алексея заметно поубавилась. Елена в душе, конечно, сожалела об этом. Но любовь к мужу меньше не стала. Правда, ребенка за пять лет совместной жизни у семейной пары так и не случилось. Была лишь неудавшаяся беременность, закончившаяся выкидышем. Но Елена не сделала из этого трагедии, а терпеливо надеялась, что чудо когда-нибудь произойдет. «Боже мой, уже целый час прошел, как я сижу на этой лестнице. Надо вставать!» Наконец, Елена очнулась от воспоминаний. Она с трудом поднялась и поковыляла к машине. Разбитая об асфальт колено тут же дало о себе знать. Падение на лестнице стало отправной точкой в жизни Елены. С тех пор, как она встретила цыганку, в ее душе навечно поселились чувства страха и постоянных сомнений. Если раньше она мужу безоговорочно верила, то сейчас сомневалась во всем. «Алексей, ты где был сегодня вечером?» Холодно спрашивала Елена мужа, когда он приходил домой на полчаса позже обычного. «На работе задержался, дел под конец месяца много, ты же сама знаешь», – сказал Алексей, закатив глаза. «Лен, ну почему ты такая строгая стала?» Ему уже порядком надоели претензии и излишние вопросы жены, чего раньше никогда не было. И только природная тактичность и интеллигентность не давали сорваться и выпустить волну недовольства на Елену. «Все хорошо, извини», – просила прощения у мужа Лена. Но хуже всего она чувствовала себя ночью, когда ее мучил один и тот же сон. Страшный сон, от которого бросала в дрожь и леденела кровь в жилах. Лена очень четко видела каждую черточку, каждый эпизод сна. И потому казалось, что это настоящая явь. Хоть к женщине этот сон приходил десятки раз, но всегда как будто впервые. Сегодняшняя ночь не была исключением. Елена опять очутилась в объятиях мрачного вечера с серыми грозовыми тучами на небе. Ощутила, как идет по траве в окружении деревьев, а под ногами чавкает жижа. Вдруг грязь резко смягчилась и перемешалась с водой. Идти стало тяжелее. Через мгновение Лена поняла, что тропинка под ногами утратила твердость, и она тут же провалилась в мутную трясину почти по пояс. «Болото!» С ужасом вскрикнула Елена. С трудом повернув голову в сторону, она заметила мужской силуэт. Мужчина стоял к ней спиной в длинном широком черном плаще. Лица его Лена не видела. Она кричала не своим голосом, умоляла спасти ее, но мужчина так и не обернулся и не проронил ни слова. Мутная вода уже закрывала половину лица Елены, оставались считанные секунды до полного поглощения ее непроглядной тьмой. В это мгновение мощный толчок подбрасывает женщину на кровати. Она открывает глаза, ощущая сырую, прилипшую к спине ночную рубашку. С криком садится и замирает в таком положении. «Леночка, что случилось?» Испуганно спросил Алексей. «Опять тот же сон? Расскажи, о чем он?» Елена чуть кивнула головой, вытирая застилавшие глаза слезы. Но рассказывать о сне не стала, не захотела вновь испытать весь ужас сновидения. «Лена, может быть, тебе сходить к психологу или психиатру? Тебя давно уже этот сон преследует!» Робко предложил Алексей, опасаясь, что в его сторону сейчас полетят укоры и осуждения. Но, к его удивлению, Елена не стала отрицать очевидное и даже сказала. «А вдруг это паранойя? Ты прав, Леша, мне срочно нужно пойти к врачу!» Лена не стала откладывать дело в долгий ящик. Ужасно смущаясь, она пришла к психиатру. Врач выписал ей гору антидепрессантов, чтобы мал-помалу подавлять ее угнетающее состояние. Но, видимо, переживания Елены были настолько велики, что лекарства помогали слабо. «Нужно что-то еще, ну что?» — лихорадочно думала женщина. Из головы не выходили слова цыганки о зле, причиненном близким человеком. От этих мыслей у Елены защемило сердце. Не хотелось, чтобы бизнес, который она долгие годы выстраивала по досочке, по кирпичику, кто-то безжалостно присвоил. И Елена нашла выход. Когда-то в кино видела подобное и решила проделать это сейчас. Чтобы обезопасить себя и бизнес, она, не сказав мужу, сходила к нотариусу и оформила заявление. Одна из строчек заявления гласила. «В случае моего внезапного исчезновения имущество и денежные средства никому не передаются до установления правоохранительными органами причин исчезновения и виновных в нем лиц». Удивительно, но после этого поступка женщина осознала, что ей стало легче. Наконец-то ночные кошмары прекратились, нервы встали на место, а сердце и душа успокоились. Она вновь научилась радоваться жизни. Даже захотелось праздника. И он не заставил себя ждать. Однажды утром Елена проснулась от одурманивающего запаха свежих роз. Она с детства обожала эти цветы. Сраженная неповторимым ароматом, с удовольствием открыла глаза. Прямо перед ней на подушке лежали цветы огненно-красного цвета, ее любимый цвет. Алексей с нежностью и любовью смотрел на жену. Его лучистые глаза когда-то пленили Лену при первом знакомстве, и в этом плену она продолжала пребывать и сейчас. «С праздником, дорогая!» — искренне сказал он. Заметив удивленный взгляд жены, поспешил добавить. «С годовщиной нашей свадьбы!» «Господи, как я могла забыть!» Про себя подумала Елена. Ведь прошло пять лет со дня свадьбы. Несмотря ни на что, эти годы самые счастливые в моей жизни. «И тебя с праздником, любимый!» Чуть слышно сказала Лена в ответ, вызвав у Алексея прилив ласки и нежности. «А у меня есть предложение!» — загадочно сказал Алексей. «Давай отметим наш день. По-настоящему отметим. Очень романтично, как будто все это произошло вчера». «Давай!» — с удовольствием поддержала мужа Елена. «Снимем столик в ресторане». Алексей многозначительно с улыбкой посмотрел на нее. «Я предлагаю вариант лучше. Недалеко от города есть туристическая база. Там красивая живописная природа и уютные домики для двоих. Поедем туда. Тебе понравится. Обещаю!» Последние слова мужа Елена слышала, как в тумане. В голове у нее снова что-то щелкнуло. А в памяти вновь всплыло лицо цыганки, когда та предупреждала об опасности. «Нет! Я ни за что никогда не поверю, что Алексей может быть опасен для меня. Кто угодно, только не он. Муж — самый любимый человек. Да и вообще, зачем эта старая ведьма, цыганка, появилась на моем пути? Только жизнь портит!» Елена отмахнулась от докучливых мыслей, как от надоедливой мухи. «Да, Леша, конечно!» Тут же согласилась она. «Лучше места для романтической встречи не придумаешь. Ты гений!» Елена обняла мужа и нежно поцеловала. Целый день женщина летала от счастья. «И чего я себе какие-то кошмары напридумывала, антидепрессанты и этот навязчивый страх, что меня убьют? Все же хорошо!» — внушала о себе Елена. Чем больше внушала, тем спокойнее становилась на душе. Воздух, наполненный ощущениями романтизма и какой-то загадочной магией, заставил Елену дышать полной грудью. Даже городские пробки не испортили настроение, когда под вечер на машине они выехали на турбазу. Лишь только миновали городскую черту, Елена тут же провалилась в объятия умиротворяющего сна и задремала. Проснулась от резкого толчка, выдернувшего ее из мира грез в реальность. «Леша, что случилось?» — испуганно воскликнула она. «Что-то мотор заглох. Сейчас гляну, что произошло», — сказал Алексей, выскочил из машины и открыл бампер. «Да, дела», — задумчиво пробормотал мужчина. «Тут значительная поломка, самому мне не справиться. Почему так случилось? Вчера машину проверял, все было хорошо». Спустя несколько секунд Алексей предложил. «Послушай, Леночка, придется немного пройти пешком, отсюда до турбазы совсем недалеко. Машину пока здесь оставлю, а завтра сдам в ремонт в ближайший автосервис». Елена растерянно пожала плечами. Вздохнув, подумала про себя. «Сказка быстро закончилась. Все как обычно, но это жизнь». А вслух сказала. «Хорошо, Леш, как скажешь. Пешком так пешком». «Давай пойдем по лесной тропинке, так короче, успеем добраться до темноты, сразу же выйдем на турбазу», — распорядился мужчина. Лене оставалось только согласиться. Как только вошли в негустой лес, у женщины тут же возникло странное ощущение. Казалось, что все это она видела раньше и уже проделывала этот же самый путь. В следующее мгновение Елена чуть не закричала от ужаса. Она наконец-то поняла. Все это видела в своем кошмарном сне, а сейчас сон чудовищным образом превратился в реальность. Только вот во сне она не утонула в болоте, а просыпалась в холодном поту. А сейчас что? От этой мысли у Лены задрожали руки, а ноги перестали слушаться. В эту же секунду под ногами захлюпала грязная жижа, мутная вода, перемешанная с землей. «Это же болото!» «Алексей — тот мужчина, который ее туда столкнет. Как же так? За что?» Лена испуганно заметалась. Поняла, что через несколько секунд окажется в трясине, из которой ей не выбраться. Она резко рванула в сторону, чтобы убежать и не провалиться в болото. Но вдруг сзади ощутила сильный до боли толчок в спину. Не удержалась на ногах и тут же очутилась в болоте почти по пояс. Холодная трясина сразу обступила тело. Елена истошно закричала. «Алексей, что ты сделал? С ума сошел? Вытащи меня отсюда немедленно!» Но мужчина стоял как вкопанный и спокойно смотрел на страдания жены. Елена даже заметила усмешку на его лице. «А ну вытащи меня отсюда, изверг! Что ты молчишь?» Вновь крикнула Елена. Из ее глаз хлынули слезы. Она энергично стала махать руками, наивно думая, что этим поможет себе. Но, увы, трясина еще быстрее засасывала ее. «Вытащи меня!» Вновь взмолилась Лена, понимая, что счет идет на минуты. «Дай мне руку!» Алексей подошел ближе. Елена было уже обрадовалась. Вдруг муж просто случайно столкнул ее. И все еще будет в порядке. Но нет. Мужчина нагнулся к ней лишь для того, чтобы процедить сквозь зубы. «Тебе здесь самое место!» «Усекла!» Елена ошалела от ужаса. «Что ты сказал?» «За что ты так со мной?» «Ты же мой муж!» Лицо Алексея исказилось в нервной гримасе. «Муж, говоришь, да я тебя ненавижу!» «Терпел и ненавидел!» «Насильно заставили жениться из-за вашего проклятого бизнеса!» «Но справедливость восторжествует!» «Теперь тебе ничего не надо!» «Ни бизнеса, ни денег!» «Катись прямиком в ад!» Елена на несколько секунд потеряла дар речи. «Как так?» Тихий, интеллигентный человек превратился в чудовище. «Может, он тронулся рассудком?» Мелькнула мысль в голове Лены. «Нет, ошиблась. Не похож он на сумасшедшего». Алексей с равнодушным видом развернулся к женщине спиной и хладнокровно пошел обратно по лесной тропе. Елена, что было сил, звала мужа. Долго, до хрипоты. До тех пор, пока из-за соленых комков слез, скопившихся в горле, перехватило дыхание. А через несколько секунд она крикнула так громко и пронзительно, что даже затряслись близлежащие кусты. «Помогите!» Ее голос подхватило эхо и разнесло по лесу. Но никто не откликнулся на зов. Да и кто может откликнуться в лесу? «Все. Алексей бросил меня. Через несколько минут я умру». Елена с ужасом осознала, что трясина скоро доберется до шеи. Лучше сразу убил бы, чем такая страшная смерть. Женщина чувствовала, что времени и сил у нее осталось только на один крик. Потом трясина просто накроет ее с головой. Она вложила в последний крик все, что смогла. Боль, обида, отчаяние, ужас. Все смешалось в этом крике. «Помогите, люди!» «Помогите!» «Помогите!» Вдруг стоящие неподалеку деревья зашевелились. «Господи, нет, это не ветер!» Потом Елена увидела мужские руки, раздвигающие ветви деревьев. Слабая надежда озарила ее зареванное лицо. «Алексей!» Крикнула она. «Ты все-таки вернулся!» Через мгновение из-за деревьев показался незнакомый мужчина с косматой бородой и шрамом на лице. «Ничего себе!» Присвистнул он. «Так, без паники, сейчас я тебя вытащу!» Мужчина около деревьев нашел отвалившийся толстый сук. «На, держись за край! За другой край я тебя вытягивать буду!» Елена ухватилась за сук, как за соломинку, но поняла, что не может даже пошевелить ни рукой, ни ногой. «Ну ты чего? Шевелиться-то будешь! Если останешься обвисшим мешком, я тебя не вытащу!» Грубо прикрикнул на Елену незнакомец. «Я не могу!» Прошептала Лена. Она совершенно выбилась из сил. «Что? Не можешь? Слушай сюда! У тебя два варианта! Либо тонешь в болоте, либо собираешься с силами и вылазаешь! Представь, что этот сук — твоя жизнь! А ну, цепляйся за жизнь! Не отпускай ее!» Слова незнакомца возымели свое действие. Елена со стервенением вцепилась в сук и даже сумела подтянуться. «Вот, вот, пошло! Молодец! Давай еще!» Елена через боль и отчаянные крики сделала последнюю попытку, которая оказалась успешной. Через несколько секунд половину туловища удалось вытащить из трясины, а еще через мгновение и вся Елена оказалась на твердой земле. «О, Боже! Я спасена!» Только сумела подумать в конец обессиленная женщина. Она распласталась на земле, не в силах подняться. Поняла, что теряет сознание. «Ну, ты что, а?» Елена едва услышала отголоски слов незнакомца, спасшего ей жизнь. Потом и эти отголоски исчезли в тумане. Очнулась Елена от резкого запаха, невыносимо бьющего в нос. Она лежала на жесткой кровати в чем-то сухом. Небольшое помещение мало освещено. Лишь неяркая лампочка мерцала посередине комнаты. «Наконец-то очухалась утопленница! Твоя одежда пришла в негодность, сама знаешь почему», сказал мужчина, заметив, что Елена смущенно разглядывает свой новый наряд. «Переодел во что было. Мужское, старенькое, но чистое, рубаха да штаны». «Кто вы?» К Елене вернулся нормальный голос и возможность осознавать происходящее. «Так Семеном кличут уже сорок лет. Местные егери я. Живу в лесу, браконьеров гоняю. Ты мне лучше скажи, как тебя в болото угораздило попасть? Оступилось, что ли?» Бесхитростно, по-простому говорил мужчина. «Меня не угораздило. Толкнули меня в болото», — выпалила Елена, еле сдерживая слезы. «Кто толкнул?» — удивился Семен. «Муж», — прошептала Елена. «Муж?» — округлил до предела глаза Семен, не поверив услышанному. «Вот дела. В этом гиблом месте много людей полегло. Просто не знали, что здесь есть болото. Но чтобы из-за мужа такое впервые. А за что он так с тобой?» Глаза Елены вновь наполнились слезами. Она сама до сих пор не знает, почему Алексей с ней так поступил. Говорит, что ненавидел, а сам всю жизнь ей в любви признавался. Ерунда какая-то. «Не знаю, за что», — содрогаясь от рыданий, сказала Елена. «Ума не приложу, откуда взялась такая жестокость. Он всегда был тихим, скромным». «Что?» — усмехнулся Семен. «Тихий? Скажи еще безобидный. Он просто тихо тебя утопил. Слышала такую пословицу? В тихом омуте черти водится. Но как раз про твоего муженька. А ты кем работаешь?» Семена внезапно осенила догадка. «Я предприниматель, фирма у меня своя», — ответила ничего не подозревающая Елена. «О, вот и ответ на вопрос», — многозначительно произнес Семен. «Но Алексей никогда не интересовался делами фирмы», — пробормотала Елена. «Делами фирмы, может, и не интересовался, а вот деньгами, да, из-за них, родимых, наш скромняга и намеревался избавиться от тебя». Елена лишь покачала головой. Она упорно не хотела верить в предположения Семена. Хоть умом понимала, что отпираться бессмысленно. Деньги — самая верная причина и объяснение тому, что случилось. «Хорошо, что я подстраховалась. Алексей сейчас точно никаких денег не получит». Про себя подумала Елена, а вслух сказала. «Я завтра поеду в город, сама все у него узнаю». Мужчина даже опешил, услышав эти слова. Не стесняясь в выражениях, закричал. «Ну ты что, совсем глупая? Второй раз натыкаешься на одни и те же грабли. Муж убить тебя хотел и думает, что ты погибла, а ты явишься ему во всей красе. Он снова будет от тебя избавляться. В полицию нужно идти. Другого пути нет». Елена вздрогнула всем телом, услышав эти слова. «Ведь это абсолютная правда». «Но как же я докажу полиции? Никто ведь не видел, что Алексей толкнул меня в болото. Бесполезно все это». Не вдумавшись, пробормотала женщина. «Как это никто не видел? Я видел, что ты тонула и дам показания. А еще можно на турбазе спросить. Алексей там домик бронировал». Воодушевилась Лена. «Нет, нельзя». Категорически отказался Семен. «Нет, и отродясь, не было здесь никакой турбазы. Наврал он все тебе». «Наврал». В какое он чудовище превратился. «Боже мой, за что?» Переживала Елена, с трудом привыкая к страшной действительности. Она сидела ни жива, ни мертва. До сих пор содрогалась от случившегося, с трудом превозмогая обиду и гнев. Семен заметил удручающее состояние женщины. Взял за руку, постарался успокоить. «С полицией затягивать нельзя, нужно обращаться незамедлительно. Я поеду в город с тобой, вместе не страшно», — сказал Семен. Сам себе признался, что приглянулась ему эта несчастная женщина. Захотелось помочь ей, и он это сделает. Прошло несколько дней. Елена даже думать не могла, оказавшись на грани жизни и смерти, что когда-нибудь снова придет в свою фирму. Поднимется по той же лестнице, с которой для нее началась эта тяжкая история. Когда она шла, внутри все тряслось и бешенно колотилось сердце. Но Елена сумела взять себя в руки. Был поздний вечер. Сотрудники фирмы давно закончили свою работу и разошлись по домам. Но она точно знала, что человек, когда-то называвшийся ее мужем, здесь. Елена шла по коридору и увидела свет, выбивающийся в чуть приоткрытую дверь ее кабинета. Алексей лихорадочно барабанил по клавиатуре компьютера. Вокруг на столе и полу валялись горы бумаг. Он сильно нервничал, хватался за раскрасневшееся лицо, всплескивал руками. Находясь в нервном состоянии, мужчина даже не сразу заметил вошедшую в кабинет Елену. А когда наконец увидел, Елена подумала, что сейчас его хватит удар. Лицо Алексея мертвецки побелело, руки и нижняя губа затряслись. В глазах застыл ужас. Наверное, он потерял дар речи. Елена заговорила первое. «Что, не ждал меня?» С издевкой спросила она. Теперь Елена имеет полное право издеваться и усмехаться, так же, как и он тогда в лесу. Только вот делать ей этого нисколько не хотелось. Видимо, к Алексею начало возвращаться самообладание, и он сказал хриплым голосом, почти шепотом. «Ты... почему ты...» Елена бесцеремонно перебила его. «Почему я не сдохла в болоте, хочешь спросить? Я тебе отвечу. Не твоего ума дело». Алексей глянул на нее безумным взглядом и снова продолжил рыться в бумагах. «Что ты ищешь?» спросила Елена, и через мгновение догадалась. «Наверное, номера счетов, где лежат деньги фирмы. Не ищи, не найдешь». В эту же секунду Алексей взревел, как дикий зверь, спихнув все лежащие на столе бумаги на пол. «Ты... опять ты... ненавижу тебя!» Снова он закричал те же слова, которые говорил Елене на болоте. «Да, странно получается, а до этого все время говорил, что любишь безумно. Объяснись», — сказала Елена. «Так нужно было моему отцу и тебе. У меня была невеста до тебя, хотели пожениться. Если бы не отцы наши со своим проклятым бизнесом, все было бы по-другому. Отцу моя невеста не понравилась. Нищебродка деревенская, так он ее называл. «У нас с деньгами полный крах, нужно спасать бизнес». Именно так орал отец, как сейчас помню. «Приказал жениться на дочери своего партнера, на тебе, значит, а невесту забыть». Да только не забыл я ее. Не смог. Ребенок у нас родился три года назад. Теперь уже Елена застыла, как вкопанная. Какой он мерзкий, грязный тип. Жил на две семьи. Все внутри нее сотрясалось от возмущения. «И что, нужно было заявиться на развод, процедура проста», — сказала Лена. Голос ее предательски задрожал. «Нет, я не мог развестись с тобой. Мне нужны деньги», — потупив взгляд, произнес Алексей. «Ах, вот в чем дело. Видите ли, деньги фирмы понадобились. Не получил ты их тогда, не получишь и сейчас. Деньги тебе дороже, чем жизнь человека. Какая мерзость!» Елена не смогла сдержать своих эмоций. «Ты заткнись!» — заорал, как резанный Алексей. «Это для тебя деньги все. А у меня ребенок больной раком. В России ему отказались помогать, но за границей берутся. Только деньги огромные на операции нужны, а взять их неоткуда». Танечка не выдержала этого кошмара, скоропостижно умерла. Мне терять уже нечего было, поэтому и решился на этот шаг. «Ради сына я пойду на все». Елена ошарашенно смотрела на Алексея, так называемого любящего мужа. Изощренный врун, изменщик, убийца — это все о нем. Женщина процедила сквозь зубы. «Я не верю ни одному твоему слову». Алексей посмотрел на нее безумным взглядом. Вдруг неожиданно и резко перемахнул стол, подбежал к Елене, схватил за шею и закричал. «Отдай деньги немедленно! У меня ребенок умирает!» Лена до ужаса испугалась, поэтому не смогла ответить ни слова. Алексей воспринял это как отказ. Сомкнул пальцы и начал сдавливать шею Елены. При этом приговаривал «Вот сейчас уже точно, наверняка». Женщина уже начала задыхаться, хватая ртом воздух. Вдруг дверь внезапно распахнулась, в кабинет вбежали трое полицейских и скрутили Алексея. Елена с егерем Семеном еще неделю назад подали заявление в полицию. Доказательств того, что именно муж утопил Лену в болоте, было недостаточно. Поэтому Алексея на свой страх и риск решили взять на живца. И это удалось. Он опять покушался на жизнь жены. «Ты еще поплатишься, стерва!» Пробурчал он, проходя в наручниках мимо Елены. Она отпрянула назад, едва дыша. Как только полицейские вместе с Алексеем ушли, в кабинет вошел Семен. «Ну что ты, не переживай!» Семен обнял Елену за плечи, прижал к себе. «Теперь уж точно все закончилось. Надеюсь, что его закроют на зону по полной программе. Он за все ответит». Через три месяца слова Семена стали реальностью. Алексея осудили на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Но в колонии он не протянул и трех месяцев. Неизвестно, каким образом, но в его руках оказались таблетки с ядом. За считанные минуты Алексея не стало. Когда Елена узнала об этом, ее сердце сжалось, а на глазах выступили слезы. «Ну что ты, Лена, твоего душегуба больше нет. Ты должна торжествовать и радоваться», — убеждал ее Семен. Но радости и тем более торжества у Елены не вышло. Наоборот, тревога и душевная боль полностью завладели ею. Из головы не выходила последняя встреча с Алексеем. «А что, если он не обманул, и у него есть больной сын?» И тут же Елена сама себе отвечала. «Даже если есть ребенок, тебе-то какое дело?» «Забудь об этом. Благодари Бога, что осталась жива». Время шло, но ничего не менялось в мыслях Елены. Когда история с ребенком практически лишила сна, она начала действовать. Женщина обратилась к следователю, который вел дело Алексея. Ответ просто ошеломил. Алексей не обманул. Ребенок есть, и он действительно болен. Находится в детской онкологической больнице. Когда Елена за стеклом специального бокса увидела маленькое худенькое тельце ребенка, у нее на глазах навернулись слезы. Тут же она забыла все. Разочарование, обиду, боль. Что было, то прошло. А ребенок не виноват и должен жить. Большие печальные глаза Владика, так звали мальчика, окончательно растопили сердце Елены. «Тетя, а вы меня спасете?» спросил он, когда женщине впервые разрешили с ним встретиться. «Да», – тихо сказала Елена. «Ничего не бойся, все будет хорошо». Они вместе с Семеном приняли это важное решение. Лена оплатила дорогостоящей операцией для ребенка за границей, лишившись большой суммы денег. Но ни капли не пожалела об этом. Искренне мечтала о том, чтобы мальчик выздоровел или, по крайней мере, продлилась его жизнь на долгие годы. А она будет с ним. Всегда будет с ним. И, возможно, этот мальчик когда-нибудь назовет ее мамой. «И папой», – улыбнувшись, добавил Семен. Долго пристально смотрели друг на друга, осознавая, что начинается новая жизнь, в которой они будут вместе.